всем привет сегодня с вами здесь катя мершниченко и сегодня у нас тема новогодний дизайн буду работать коллекцией tight of life очень красивые нежные градиенты покажу как этой коллекции делать по сухому потому что цвета нежный очень нестандартные вы знаете что мы последние несколько лет под новый год всегда делали только яркие сочные коллекции а в этот раз у нас воздушная средней плотности восхитительная блестящая нежнятина я уже себе кстати выбрала какие я цвета буду делать себе на новый год вот тоже хочется снова почему-то нежный именно маникюр и буду как раз делать себе с этой коллекции сейчас покажу вам как выглядит коробочка красивая коробочка tight of life по штучка стоит 700 рублей набор по моему 3806 оттенков всем привет всем здравствуйте сейчас показываю декорации которые у нас вышли для нового года их очень много нет гельт красок пока не будет хотя я наколировала вот но мы не успели наверное уже краски выйдут после нового года вот но они такие будут с эффектами смотрите не однотонные краски а с эффектами с блесточками со слюдой и так далее еще раз напомню эфиры всегда у меня идут по вторника и пятница в два часа с двух до трех я здесь в контакте на эми офишал вор для вас делаю прямые эфиры показываю декорации так что из декорации вышло классного но у меня кстати еще метание я возможно еще сделаю все таки вот такой маникюр возможно я успею еще два раза до нового года походить вот но я вся в метаниях очень много всего кайфового вышло с одной стороны не хочется сделать вот такую нежнятину сегодня мы с вами будем делать вот таких 3 дизайна смотрите я так сейчас вдохновилась этими дизайнами что мне хочется себе на ногтях сделать что-то из этого градиенты очень быстрые легкие блестит великолепно вот и с другой стороны видите мне хочется что-то в таком стиле сделать стиле брендового маникюра возможно какие-то леопардовые ногти новогодние может быть клеточка красно-черно гусиная лапка блин короче глаза у меня разбегаются как всегда хочется каждую неделю делать новый вид дизайна и так сегодня мы с вами работаем коллекции tight of life мы сегодня делаем градиенты по сухому покажу как быстро этой коллекции делать градиенты получаются офигенно быстро декорации nail dress номер 122 есть на и мишу здесь на имя кишу word есть ссылка на покупку если что здесь переходите и покупайте на валдберрисе и у официальных дистрибьюторов тоже есть наличие так это номер 122 это первая декорация видите такие современное прочтение микки маусов стиле happy new year вот такое современное прочтение дедов морозов смотрите клетка и леопард тоже в стиле happy new year очень прикольно это такая классика можно и как снежинки и как новогодние украшения и как брошки просто для брендового маникюра здесь вот кто что увидит можно сделать вот такой брендовый маникюр да с клеточкой с такими золотыми отбивками какими-то ремешками а можно сделать прям такой откровенный новогодний вариант дизайна когда прям новый год новый год вот и четвертая декорация это объемный слайдер с объемными игрушками видите выглядит как лепка мы обязательно 12 слайдера под новый год делаем в этой технике печати потому что многие такое любят конечно эти декорации они круто смотрятся на самом деле под матовым топом офигенно так как у нас коллекция в этом году видите блестящая то мне сегодня не хочется работать матовым топом поэтому мы даже эти объемные слайдеры будем делать под глянцевый топ вроде кратко я вам так сказать а да ну и пластина сама новогодняя для стемпинга вдогонку вот такая пластина у нас еще вышла новогодняя получается 4 слайдера пластина и гирлаки гирлаки для такого прям откровенного нового года такой новогодний морозный зимний дизайн и например кому хочется поярче кто был в прошлое на прошлой неделе в пятницу на эфире кто не был обязательно посмотрите очень красивые сочные варианты дизайна можно вот такой вот вариант на новогоднюю часть решится ну либо вот чебе леопард красно-черная в общем идей очень много для вдохновения но сегодня у нас сама ниже ну поехали как первый вариант дизайна здесь градиент по сухому здесь у нас с вами стемпинг и слайдер я с нашла прозрачные типсы чтобы их наличие не было здесь где-то рылась в ящиках нашла в закромах специально хотелось на прозрачных типсах показать вам эту коллекцию на прозрачных типсах это лучше всего видно так ну берем первый цвет возьмем вот такой серый светоотражающий и так украсить классический перламутровый розовый сначала делаете классическое сочетание перехода по мокрому когда смешиваем два цвета во первых видите на прозрачный цвет хорошо видим сейчас и кисточку буквально несколько движений вот так соединили сушить и сушим 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 и дальше делаем уже по сухому дальше делаем по сухому еще раз напомню номер 457 это прям классический самый что ни на есть классический розовый перламутровый очень хотелось сделать жемчужный и розовый знаете как в 90-х помните ревлон фирма она есть сейчас еще существует у них тогда были жутко модные лаки розовый перламутров и белый перламутров это у нас таким мотивом 80-х вот эти два цвета очень частый запрос был последнее время и вот как раз в рамках зимней коллекции очень хорошо подходили эти цвета так первый цвет который просто перламутровый мы кладем обычным слоем нанесли есть растушевали по сухому и кладете в лампу душевный вечер самый классный ну да я вот сегодня как раз ему буду работать хорошенькие хорошенькие хотя большая часть сейчас от голосуют все за вот эти два слайдера такое вот прям я бы вот походила либо с таким черно-белым маникюром либо с леопардовым прям кайф мне возможно красный нет так теперь берем светоотражающие все гель-лаки они средней плотности чтобы блестели лучше то что если бы мы добавили выше плотность блестки бы потерялись а это пастельный цвет светоотражающие не встречаются очень редко и нам хотелось попробовать как это там сделали видите моделирующим слоем можно даже перевернуть от кутикулы убрать излишки работаем как базой в этом случае для градиента работаем как база ну и вообще когда тоже будете эти цвета наносить это три цвета 59 60 61 вы наносите не промазывающим слоем а наносите самовыравнивающим словом так как если бы вы наносили например базу и слегка замоделировали либо топ нанесли слегка замоделировали получается очень красивый такой аквариумный эффект хотя это светоотражающие лайки вы видите они молочные пастельные это видите это пастельный серый это пастельный бирюзовый так и пастельный вот такой вот розовый но не совсем розовый он такой дымчатый может быть сиреневый очень красиво блестят особенно если направлять специально цвет так теперь хочется сделать стемпинг для этого мы берем т-класс промазываем хотя смотрите вот просто без декорации уже красивый дизайн получается очень красиво казалось бы два несовместимых цвета один просто перламутр классический 2 светоотражающий как они прекрасно вместе дружу дальше мы сделаем стемпинг стемпинг здесь так как нежнятина предлагаю брать белый лак поехали можно такой прям совсем реденький взять паттерн тогда хорошо будет и градиент читаться чтобы градиент не забивать полностью я специально взяла вот такой паттерн вот тоже можно уже остановиться оставить все дизайн готов мы же не можем остановиться это же я нужно еще чего-нибудь добавить сейчас мы центр промажем слайдером чтобы липкость придать и сейчас еще наклеечку какую-нибудь объемную наклеим давайте например что нежненько можно вот например письма вырезать а или давайте вот эту вот елочку это наверное так что лучше что лучше что что давайте здесь вот веточка была к нему по композиции сделаем вот такие белые ягодки амелла да амелла называется это чисто европейское рождество у нас амелла нет от которой нужно на рождество целоваться лучше всего кстати наклейки эти растворять в горячей воде градусов 80 будет очень хорошо ультраблендом растворяем остатки и уже финиш глянцевый как я и говорила хотя эти наклейки круто смотрятся под матовым но здесь но такие красивые лаки так они красиво переливаются жалко прятать этот эффект под матовым топом хотя под матовым топом они тоже очень крутые берете какую-нибудь кисточку обычную художественную мягкую и вот так вот проходите излишки топа с наклейки убираете не бойтесь принципе даже если здесь максимально ничего не осталось на этой наклейке от топа она все равно очень хорошо носится хочется просто чтоб она прям вот объемная была поэтому я убираю обычно почти весь стул исключения могут составлять знаете какие клиенты вот кто очень много на складе работать с упаковкой вот им нужно все время куда-то эти ногти вот так засунуть и они их шкрябают возможно если в этом случае слишком много топа убрать с наклейки может быть она там четыре недели не выдержит да ну а так носится отлично поэтому я люблю видите вот так прям снимать что прям объем такой был катя подскажите к следующему году будут декорации с русской зимой а чё надо да ну просто это не сильно с точки зрения эстетики сейчас популярно хотя если брать такую патриотическую составляющую возможно и надо сделать вот я подумаю над этим так ладно поехали следующий вариант вот такое очень красиво я тоже еще не определилась может наверно с бирюзой я и не буду делать то будет сильно похоже на это возможно вот такой цвет сделаю круто в моем стиле так как я сейчас черно-белая у меня только одежда в основном хочется чуть нежно поехали теперь сделаем вот такое сочетание тоже как раз на цвета сейчас посмотрите специально тоже беру прозрачный типс ну и вообще эти цвета классно делать не на камуфляж наносить до чтобы вот свет был виден а на прозрачный гель берем теперь белый перламутровый и холодный бирюзовый так же сначала делаем обычный градиент сильно единственно с продиранием не делаете вот так вот чуть-чуть перемешайте по центру это будет уж совсем прозрачно поэтому такими прям легкими не надавливающими движениями для первого слоя будет достаточно все а теперь уже делаем по сухому поэтому сначала нижний цвет а потом уже от кутикулы светоотражающие тоже видите вот на прозрачном типсе хорошо цвет гель-лака виден первый цвет и второй все здесь уже спокойно не надавливающими движениями наносите второй свой помните о том что все равно это перламутровый лак он идет средней плотности легко видите растушевался поэтому сильно надавливающими движениями не наносите светоотражающие вообще рекомендую предлагаю наносить с легким выравнивающим эффектом с легким моделирующим эффектом получается и насыщенное покрытие и блески очень классно смотрятся видите я прям много наложила по мокрому растушевала растушевывается он классно и где нужно выровняла как правило нужно от кутикулы убрать все лишнее толщину все замоделировали и в лампу эту белую дырочку можно продублировать новой текстурной краской да кстати белая текстурная краска вот с этой коллекции тоже будет классно дружить я думаю что в декабре буду много работать этой коллекции текстурная краска так так же давайте сделаем сейчас стемпинг здесь стемпинг сделаем с дырочкой да кто-то скажет там правильно говорить с отверстием вот уже кстати красиво получается вот даже если не брать декорацию уже дизайн по факту да пусть это покрытие но это декоративное покрытие смотрите как красиво красивый очень эффект получается поэтому светоотражающий прямо накладываем не промазываем понятно а накладываем так теперь возьмем пластину новогоднюю и здесь вот был редкий рисунок а здесь он чуть чуть более частый он нам как раз сейчас подойдет кто кстати вот пропустил я в ноябре по моему да показывала очень много классных вариантов дизайна с этой пластиной и с бархатным песком ой у меня видимо это остатки обезжиривателя остались сейчас секундочку делаю ой ага остатки обезжиривателя кто помнит я сейчас вот это нанесла походу точно я нанесла по моему нанесла ну что такое так пардон мне тут бутылек схватила и по моему я себе этот штампик испортила здесь у меня от одного раза гель-лака не испортится сейчас секундочку девочки мне нужно это просушить штампик от гель-лака и почистить пока он у меня новенький такой более или менее еду схватила как так можно было так ну ладно надеюсь живой будет все приготовила все себе под правую руку я очень люблю стемпинг им просто нужно научиться работать дыряем здесь пустую часть прям оставляем пустую и рисунок пойдет сейчас вокруг ноготка в центре будет пусто вот получается очень нежненько можно теперь взять чуть-чуть красочки гель-лака и подчеркнуть отверстия делаем перепад толщины где-то толще где-то тоньше все сделали и кладем в лампу теперь в сердцевинку можно в продолжение вот к этой композиции что-нибудь добавить из этого же слайдера так что здесь можно добавить что по цвету у нас а вот можно например вот эти свечки вырезать что делать если кончик кисточки немножко согнулся ну во-первых синтетика для нее нормальная что у нее со временем кончик махрится и он как чуть-чуть загибается вот можно чуть-чуть этот момент подправить берете кипяток и опускаете кисточку в кипяток прям буквально не весь цоколь а вот только ворсу самую опускайте и держите в кипятке она более или менее так может выровняться и потом можно например в моделирующем геле в каком-нибудь классическом смочить кисточку подержать в ультрабонде ее тоже еще можно испачкать чтобы она полежала в ультрабонде чтобы более или менее склеилась так нанесли в центре слайдер чтобы наклеить наклейку Катюша, какие твои следующие ноготки ну вот я сейчас в начале эфира рассказывала сейчас пока эфир в инстаграм отправила сейчас для вас веду вот я склоняюсь мне хочется вот такое сочетание сделать прям скорее всего вот с этим буду ходить вот если успею и еще один разок похожу хочу еще походить вот с такой серией дизайнов но я буду делать не красно-черный а сделаю либо леопардовый новый год либо вот такой черно-бело-серый новый год либо такой либо такой вот если успею с двумя дизайнами хочу за декабрь походить вот если получится вот а сейчас вот этот скорее всего следующий что я сейчас выбирала между этим градиентом и этим но этот очень на эти ногти будет похож по цвету да я думаю что возьму серо-розовый лучше всего кстати вот эти наклейки размачивать в горячей воде вот градусов 80-85 они тогда еще более эластичные становятся так снова тоже ультрабонд сначала праймер бескислотный растворили все остатки пленки нашего слайдера перекрываем финишем и кисточкой убираем остатки топа и излишки чтобы все-таки наша свечка была такая объемная все, видите, быстрый очень дизайн вот просто нужно приноровиться к тому же стемпингу как с росписью художественной нужно привыкнуть давно не рисовали рука не поставлена вот особенно кто покупал у нас когда-то онлайн курсы азбука линии возьмите пересмотрите порисуйте потому что иногда вот элементарно давно не рисовали вы даже вот эту линию отверстия не можете нарисовать потому что рука очень быстро забывает все со стемпингом то же самое давно стемпинг не делали рука подзабыла какие-то нюансы возьмите курсы прослушайте по стемпингу потому что у нас есть как же у нас курс по стемпингу называется какой-то идеальный стемпинг что-то такое тоже просто нужно вспомнить как я говорю вы просто все это знали но забыли тем более наши курсы они у вас все в записи хранятся пожизненно так такой вариант готов когда будем на лампы ну периодически мы их завозим но не часто девочки должны понимать потому что мы уже давно другие комплектующие продаем и теперь вот такой вариант прям совсем смотрите нарядная нарядная здесь берем два цвета которыми мы вообще еще не работали мы не работали 456 цветом и не работали с вами вот таким вот лавандово-розоватым теперь берем тоже прозрачный ноготок чтобы вам было хорошо видно как ложится гель-лак и какой у него на самом деле оттенок потому что на розовых типсах никогда не видно какой же в оригинале этот эффект перламутра светоотражающего гель-лака поэтому так же поступаем сначала по мокрому тоже это черновой проход делаете много не проходите буквально вот здесь вот в центре растушуйте все и в лампу для первого слоя достаточно еще раз гель-лаки средней плотности потому что здесь половина из них перламутровые они такие должны быть половина из них светоотражающие они тоже должны быть такими ну Людмила Иванова Ивановна смотри тебе если детали нужны прям конкретно лучше сделать предзаказ у дистрибьютора так будет наверняка чтобы он в свою очередь сделать предзаказ и возможно в течение какого-то времени но я не думаю что там знаете в течение месяца там все равно бывает детали идут месяц два бывает три занимает потому что не в каждую партию мы кладем детали так теперь промазали только и по сухому растушевали все растушевали сушим и светоотражающие накладываем моделирующим слоем моделирующим слоем и таким не тоненьким слоем также по сухому он классно размазывается видите так прям выравнивается и где нужно выравниваете поверхность прям как на базе вот излишки обычные для путикулы убираем и кладем в лампу здесь очень классно подойдет по цвету и вообще тоже в тематике такого нового года это стекло слайдер предлагаю в центре сделать один огромный элемент и вокруг разбросать маленькие вот так вот малыши классные по эффекту такие же как стразы ничуть не хуже поэтому если клиенты любят стразы я всем рекомендую всегда вот эти декорации стекло носятся великолепно даже наверное лучше чем стразы при ударе точно не отлетят стразы очень часто при ударе могут отлетать а здесь нечему отлетать хотя по высоте по объему они приличные такая же высота как у обычных страз так тоже наносим топ-слайдер чтобы приклеить нанесли 30 секунд и распределяем смотрите они какие объемные они объемные как стразы все и поехали кому-то будет например достаточно просто в центр один и будет уже классно а можно много сделать так как я люблю когда дорого богато куча всего и побольше да вот так вот прям разбросать хаотично слушайте что-то меня одолели сегодня меня одолел Китай Индия девочки это после гонконгской выставки наверное что-то может мои данные куда-то попали почему сегодня столько здесь интересных людей так проходим ультрабондом это бескислотный праймер который убирает тоненькую клеевую пленочку с наших слайдеров все и перекрываете все финишем глянцевым привет я из Индии я здесь новенькая так смотрите перекрываем как обычно вот видите что может происходить от ультрабонда может повреждаться пленка и стразики могут потащиться за кисточкой но ничего страшного просто делайте это очень нежными движениями и так же как в предыдущих слайдерах вы берете кисточку сухую мягенькую и убираете лишний топ если где-то что-то сдвинулось просто поставили на место вот здесь вот кисточка и все оно прекрасно встанет сполимеризуется и будет держаться просто движения должны быть мягенькие нежные так вот здесь что-то я видимо надавила а вот все на место поставили все стразики и готово просто когда мы топ убираем излишки смотрите тогда это прям вот стразы это объемные элементы смотрите как они классно смотреться могут не только вот на таком блестящем фоне а например в стиле брендового маникюра это хоть и новогодняя вроде как декорация но смотрите это просто красивая брошка может быть на фоне клетки это может быть брошка на фоне там например такой небольшой отбивки с золотой что-то не обязательно прям такая вот откровенная новогодняя тема как на первом типсе как на втором а это может быть такой вот сдержанный какой-то маникюр на каждый день все вот такие варианты дизайна у нас сегодня были какой вам вариант больше всего понравился по сочетанию пишите первый второй или третий я голосую за первый потому что это мой будущий маникюр что тебе Юля дать это не ваш будущий это не мой Юля говорит что это для меня очень бледненько кто-то первый второй третий на новый год можно все блин Юля мне очень нравится как у меня сегодня получилось видите мне мой мастер сказал что она мне такие светлые сейчас похожий цвет поэтому хочется что-то другое не ну смотри сейчас я тогда могу сделать себе вот такие микки маусы всякие а под самый новый год с брендом уже сделаю тогда опять нежнятинку так вот и порешали вот и порешали всем большое спасибо за внимание встретимся с вами также в пятницу в два часа на Amy official board и у нас снова будет с вами дизайн все всем пока пока пока